Ну а как прошел день президентских выборов на полюсе холода, в Эмиконском районе расскажут наши корреспонденты. С самого раннего утра на избирательных участках толпился народ. Как в старые добрые времена выстроились очереди. На нашем избирательном участке сегодня с утра наблюдалась высокая активность граждан. Люди приходят в доброжелательном настроении, веселые, шутят. Даже у нас был один избиратель очень нарядно одет, мы его сфотографировали. В числе первых избирателей пришел на свой участок и глава района с супругой. Всего на территории Эмиконского района в этот день работало 17 избирательных участков. Одним из новшеств нынешней выборной кампании стало голосование по месту нахождения избирателя. Этим правом в Эмиконском районе воспользовались 388 человек. Члены избирательных комиссий и наблюдатели отмечали позитивный настрой избирателей. Сегодня очень приятно, ждали этот день, как бы вся больница готовилась и все мое отделение. Но я лично голосую за Путина, горжусь, что у нас такой, скажем, президент в нашей стране. Но чтобы в нашей стране был мир, дружба, не было войны и достаток у всех. Торговые точки, выставки творчества детей на избирательных участках, выездное голосование на дом к инвалидам и престарелым, подарки пожилым у избирательной урны. Все вместил этот день. День выборов президента России. Мы вас поздравляем. Желаем, что вы долго-долго жили. Выборы в Эмиконском районе прошли спокойно. Замечаний со стороны наблюдателей не было. Предварительная явка на 18 часов составила около 60%. Высокую явку показали избиратели сел Эмикон и Орта-Балаган. Подводим итоги. Итоги голосования избиратели узнают позже. А пока идет подсчет бюллетеней. Светлана Поцелуева, Артур Старостин, Эмиконский район.